В прошлом году они на Интернешнле получились на седьмом месте, как раз вне шестого места. Так что если они победят в этом противостоянии, они уже войдут в топ-6 и уже повысят свой результат с прошлого года. Их плейстайл описывается как короли уверенного и безопасного мида. Они не будут гнаться за ранним преимуществом, но лучше зафиксируют себе хороший фарм на всех трех линиях. Что ожидается от них? Это то, что они устранят большую свою часть ошибок, возможно поработают над ростером. Кинг это один из самых интересных игроков, за которым... стабильных игроков, за которых можно бы посмотреть. А в последнее время они на самом деле пекают игроков, которые настроены на то, чтобы постоянно драться. Это бурмастеры, это клокворк и хороший нишейд, хороший шотдаун. И вот они играли пока что в 2013 году, показывают себя очень хорошо, и поэтому они одни из фаворитов на входе в этот турнир. В групп-стейджи они немножко... они хорошо играли, и возможно у них небольшое преимущество, и они фавориты в победе над фанатиками, но не обязательно. Все очень ровно. Да, и если был бы выбор на каву ставить раночки, то... Джейкоб поставил бы именно на Тонг-фу. Обсуждают любую косметическую вещь Джейкоба. И, видимо, у Джейкоба есть итем, который считает киллы на Блатсикере, потому что он говорит, что он почти дошел до 1000 киллов на нем. Но при этом у него... Шапка на Омних и любимый айтем при этом. Я думаю, что он, наверное, второй на Фэнтези Лиге, только behind EGM от Тима Альянс. Обсуждают о том, что Шансонг один из самых серьезных игроков на Фэнтези Лиге на момент по очкам. Именно... Он хорошо играл на ГБУ этапе, поэтому набрал большое количество очей. Ну и Кэрри Му тоже очень хорошо показывает, показывает хорошо Хау, хорошие результаты на Фэнтези. Да, собственно, говорит Джейкоб о том, как он еще никогда не был знаком с китайскими командами. И вот он следил за Вивером и не пропустил ни одного ласт-хита за 16 минут, и что действительно впечатлило Джейкоба. И он действительно считает его одним из лучших кэрри Китая. И поэтому, да, в данный момент аналитики впечатлены китайскими игроками. И то, о чем сказал Бруно, если они ведут, они выигрывают 2-0, если они проигрывают, они проигрывают 0-2. Да, поэтому будет интересно, как они показывают себя против Фнатика. Здравствуйте, меня Таузик, мой ник Флай, и я играю... Сейчас он играет, ну, фулл-тайм в Доту, Нот, имеет немножко... Ну, также увлекается Хармага, это боевая система. Вот, недавно он в тренажерке повредил запястье, но до сих пор может хорошо играть. Дальше представляется Нотел, который тоже играет на зафанатик. Он отличный парень. Лучший, который вообще можно получить. Хочу сказать, что достаточно расслабленный, любит сарказм. Раньше ходил в школу, но сейчас он полноценно профессионально играет в компьютерный игр. Они на протяжении года уже работали именно для того, чтобы получить Интернешнл, и победа – это будет самым главным достижением. Если они хочется победить в групп-стейдже, пройти флей-оффы, и очень дальше... Они были бы уверены в себе и считали бы, что это успех. Даже если они не победят, все равно будут считать, что они добились хороших результатов. Поставить себе цель, достичь этой цели – это лучшая вещь, которую я могу представить себе. К черту деньги, я здесь ради игры. Хоть одну игру Мипа, и все. Я буду счастлив. Вот представили команду для ФНАТИКов. Альдриан Кресио, Эра. Лизан, Суэйден. Тел Айзек, Флай, Квасаба, Израил. Канбукас, Ханни, Диссерф, Германия. Джоан Сунстайн, Ноттел, Копенекен, Денмарк. Карлес Арнен, Трикси, Элсинки, Финлянд. Вот представили команду для ФНАТИКов. Это… Это с сборкой из абсолютно многих стран, поэтому нельзя сказать, откуда они конкретно. Это одна из любимых команд Джеймса. А их плей-стили написано, что они изобретатели крысодоты. Пушат со всех сторон, ловят всех, где можно, и полностью чувствуют себя отлично именно в сплитпуше. Больше года… Идет обсуждение их показателей в прошлом году. Ну и в прошлом году они были приглашены на турнир, чисто из-за того, что были знакомы популярные игроки. Но в этот раз они… Прошу прощения, они не были на Тиае. Но в этом году они были приглашены и действуют хорошо. Вот победили Na'Vi 2.0. Ну и вот страница статов у него в книге по ФНАТИкам. У них, конечно же, есть ФИБА, МИПА. У них нету… Все герои, которых они пикают больше, чем один раз, они ими побеждают. И у них не самый, на самом деле, большой пул героев, из которых они пикают. Но они очень хорошо играли, у них Дик Кейп, Вивер, Чен и вот это. Они именно… Все, ФНАТИки играют вокруг контроля пиков и оттуда уже стремятся к победе. Сейчас ребята обсуждают статбуку, великую статбуку Бруно, в которой на самом деле ничего нету, на ходу придумывают. Но, тем не менее, идем дальше к Джейкобу, прошу прощения, к Мерлине. Мерлине считают, что это один из сюрпризов виннерс брекеты. Возможно, как и… Но вот именно вышли они в первый день, победив с Na'Vi 2.0. Вот одна из тех вещей, что вот победа… Победа над Na'Vi, все-таки в чуть-чуть защиту Na'Vi, это из-за того, что Na'Vi очень тяжело и долго добирались до Интернешнл. Были немножко уставшие, но, конечно же, нельзя ставить это… То есть, нельзя полностью убирать заслугу ФНАТИКА. Даже папе сказал, что несмотря на то, что мы добирались долго и нудно, ФНАТИки очень хорошо сыграли. Единственная причина, по которой Альянсы выбрали ЛГД, это потому, что Альянсы постоянно тренировались с ФНАТИками. И, то есть, эти команды друг друга знают, как облупленные, и Альянсы не хотели рисковать, и взяли лучшую команду, которая не так их хорошо знает. Да, очень тяжело предсказать победу в этом противостоянии. Ну, и вот, как я говорил, вообще, и с их интересом, если послушаем на Тейла, он просто хотел играть на Мипо, и на деньги ему, черт побери, все равно. Но, конечно же, если будет пик Мипо в этом турнире, это будет просто офигенно, и вот аналитики очень были бы рады такому пику. Чен и Мипо, да. Бруно хотел бы посмотреть, конечно, на Мипо тоже, но любит он на Тейла на Виспе. Да, Висп, это будет то, что достаточно интересно. Тунг-фу не настолько много играет Виспом, и, возможно, его не уважают, но... И поэтому, возможно, если фнатики его возьмут, будет интересный пик. Винрейт на Виспе приблизительно 50 на 50, поэтому, возможно, Тунг-фу не будут так бояться Виспа, не будут его банить, и есть вероятность увидеть его в игре. Они начали Виспом играть очень давно, то есть они одна из первых команд, которая начала использовать Виспа, фнатики начали с ним играть, потом русские команды подхватили, и вот тогда Висп действительно вырос в одного из самых пикабельных и часто банящиц. Ну вот, собственно, до того, как переместился на оффлейн, он постоянно практически играл с суппортом Виспом. Да, и вот, собственно, откуда один из истоков связки Висп ЦК. Сейчас дадут статистику по фнатикам из группового этапа. Мы смотрим на статистику Флая, который играет на суппорте. Да, и мы видим, что он играет на героях, которые позволяют многому добыть именно в центре боя Винга, Энигма с Блэкхоллами и, конечно же, Визаж. Ну, Визаж, конечно, немножко чит, потому что Визаж вообще так отлично показывает себя на турнире, что вот просто присутствие этого героя в драке повышает количество нюк дэмэджа с одной стороны в разы, и он просто замечателен. И Фнатик одна из команд, которые могут очень хорошо это использовать. И Флай — это один из, вот, именно основных пикеров игроков на Визаже. Обсуждают игру Флая, то, что он очень пытается постоянно участвовать в драках. Ну, да, его иногда съедают первым, но все равно он пытается именно, вот именно... Да, из группового этапа вспоминается пара моментов на Винге, когда очень хорошие слабы были. Но, к сожалению, это, по-моему, в проигранной игре было, но тем не менее. Ну, дальше мы переходим к Трикси, который удивил аналитиков своей интересной игрой, и вспоминается несколько его игр на Клокверке, когда он хуковал вслепую и ловил уходящих героев. И, возможно, если... и Тонг-фу тоже любят Клокверка, поэтому будет интересно, будет ли команда его банить, или он все-таки кому-то достанется. И, конечно же, это один из самых веселых героев, которых можно увидеть в игре, и он достаточно преимущество дает той команде, у которой есть этот герой. И поэтому Тонг-фу, скорее всего, его больше будут пытаться взять, чем Фнатики. У Фнатиков будут другие герои. А теперь идем к... ...прогнозам. Скорее... ну, Джейкоб считает, что Тонг-фу выиграют 2-1. У Фнатика хороший шанс, но все-таки... ...в Тонг-фу 2-1. Мерлини соглашается с ним 2-1, а дальше идет Бруно. Бруно изначально хотел, чтобы выиграли Тонг-фу, но сейчас он болеет за Фнатиков. А вспоминаются игры против ДК, когда они проигрывали на Керрика. Поэтому они иногда достаточно слабо... Ну, иногда не очень хорошо играют в ситуациях, где их убирают из их сзоны комфорта, и поэтому именно из-за этого, если в Натик получится поставить такие условия, Фнатик могут перевернуть весы в свою сторону. Джеймс решил не делать прогноз на эту игру. Он пропустил... ...эту и сразу сделал предсказание на следующий тур венеров. Фнатик побеждает на В2-1. То есть он не просто берется схватить, сказать, что он... ...вот кто выиграет, он еще хочет предсказать следующую игру, просто Inception. Уровень, 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 уровень. Джеймс говорит, что это может звучать глупо, но на самом деле там все описано, все... Да, и в Твиттере все согласны. Ну и... Тонг-Фу против Фнатик, второй матч из верхней сетки, Best of 3, и мы переходим к самой игре. СНГ... И не только. Нам предстоит сейчас посмотреть очень интересную игру между Тонг-Фу и Фнатик. Это вторая... второй полу... четверть финал. Ну, в общем, это сеточка венеров, да. И прокомментируют для вас эту игру, конечно же, MailStrom и Matrix, вот. Определились волвы с системой, будут они нас понемногу менять, чтобы всем по кусочку досталось. Ну да ладно. Друзья, начну с рассказа об атмосфере. Здесь офигительно. Я думаю, Майл со мной согласится. Я такого ивента не видел еще нигде в жизни. Я думаю, вы уже смотрели фотографии, которые мы все дружно выкладываем, кто где может. В общем, все очень круто. Все дружелюбные. Все на высшем уровне. Команды. Команды готовы. Команды всегда настроены. Настроены как в техническом плане, так и в моральном. Вот что интересного заметил ты за тот момент, пока гулял здесь по месту проведения? Да я практически не гулял. Как только включили центральный экран, все просто потрясающе. Смотрится именно из зала шикарно. Вот я сижу, передо мной монитор, но я смотрю на экран в зале, потому что там шикарные вот эти вот портреты героев. Но у нас уже потихоньку начинается пик. Я думаю, имеет смысл немного поговорить о нем. Тунг-Фу и Фнатик. Две команды, которые играют, несмотря на то, что есть у них какие-то любимые стили, на самом деле достаточно разнообразно. И Тунг-Фу, несмотря на то, что они китайцы могут и любят поддавить в начале, и Фнатик, несмотря на то, что им тоже свойственно вот этот вот сплит-пуш, избегать драки, уходить в глубокий лейт, вполне способны на очень-очень качественную доту именно с агрессией. Сделаю я такую настройку, чтобы тебе было слышно не постоянно, потому что жалуются, что слышно нас два раза. Ну, в общем, друзья, технические проблемы пытаемся фиксить. Небольшие они все-таки есть, но их совсем минимум, ребята, из вала в курсе. Думаю я, что все будет пофикшено, как только так сразу. Я уже, в свою очередь, расскажу вам о том, как гулял здесь кругом. Заходил я в гости, ну, начну с рассказа о том, что перед матчем обе команды, перед матчем обе команды находились в таких специальных румах, да, комнатах, находились, отдыхали, смотрели стрим. Заходил я к обоим командам, к Фнатике, к Тунг-Фу, сделать фотографии. Фнатики веселые ребята, настроены нехорошо. Ну, не знаю, в общем, как обычно, они, как обычно, веселые. Тунг-Фу, конечно, были немножечко пособранней, как-то такие зажатые, ну, понятно, немножко другое. Да, это вообще видно по азиатским командам с матча Na'Vi Orange, что азиаты собрались очень-очень серьезно. Первая игра тому в пример. Конечно, во второй и в третьей игре откровенно провалили как и драфт, так и исполнение Оранжи, а Na'Vi, наоборот, взялись и стали играть свои привычные стратегии, ей просто, ну, не оставили никаких шансов. Ну, и здесь пока что очень интересно демонстрируют нам в Фнатике пик дерева. Пик дерева плюс вивер плюс Nature Profit. Достаточно тяжело убивать вивера под хеллом дерева, под его армором, потому что, ну, сам по себе герой достаточно живучий, но у него мало ХП, его можно быстро стереть за счет нюков. Армор позволяет ему как раз-таки в начале игры очень-очень жестко жить, что против лайфстилера, если они будут стоять соло. Ну, для лайфстилера вообще соло стоять против вивера достаточно неприемлемо. Если мы посмотрим на баны, мы увидим, что в который раз забанен Devourer. Devourer был забанен на групповой стадии на один раз меньше, чем Visp. То есть это до International такой прогноз было сделать практически нереально, то, что такой будет бан. И, в свою очередь, Тонг-Фу, посмотри на их пик, он полностью практически повторяет пик команды Na'Vi во второй, в третьей игре. Это лайфстилер, это чен, это пак. Это достаточно агрессивная, активная игра с самого-самого начала. Давление. Ну, посмотрим, что с этим будет делать Fnatic. Оранжи в третьей игре показали достаточно неплохой вардинг леса. И, в принципе, пупею всю игру абсолютно сломали. Тем не менее, Na'Vi смогли найти, чем им заняться, суппорты. И сделали пару важных фрагов. Как сыграют Fnatic? Смогут ли они, ну, помешать чену фармить? Или будут сами? Ну, судя по... Вот, друзья, извини, перебью тебя. На ваших экранах только что был за англоязычными комментаторами. Показывал легендарный Фенол, который запаузил игру. Продолжай. Это он. Да, это он. Да. Вот, опять-опять-опять Фенол. Да, он что-то подсказывает. На самом деле, он третий или четвертый человек, в принципе, здесь на ивенте. Такой серьезный дядечка, который курирует абсолютно все. Ну, это надо сдать своего героя в лицо, которые паузят. Вот такая вот история. Что же касается пика, хочу я, друзья... Да вообще, конкретно, давайте уже переходить на матч. Об атмосфере я расскажу потом. Может быть, какой-нибудь бложик напишу. Суть не в этом. Я с Димой Лостом общался очень много по поводу этого матча, чтобы узнать его мнение. Потому что, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что самый авторитетный аналитик из русскоязычной группы, это, конечно же, Димой Лост, который... Сами знаете, кто такой и где он играл и играет. Говорил он о том, что на его взгляд будет здесь три игры. Причем думается ему, что первую игру выиграют Фнатик, потому что они как-то больше готовы на рандоме каком-нибудь прокатить Тонг-Фу. Потом Тонг-Фу встанут, почухают репу и будут браться, тащить дальше. Вот не знаю, будет ли так или нет, в любом случае, вся мировая общественность считает здесь фаворитами именно Тонг-Фу в сочетании где-то 2 к 1, то есть 66 на 33. Ну, на самом деле, я тоже близок к тому, что считает мировая общественность. Не знаю по поводу того, смогут ли собраться Фнатик. По первой игре Na'Vi и Orange было видно, что немного нервничали. Дэнди вчера говорил, что говорит, я так не хочу первую игру играть, ну, мол, с места в карьер. Действительно, первая игра не пошла. Но потом команды собрались и выглядели уже достаточно спокойно Na'Vi. Orange, не знаю, Orange, может быть, немного нервничали. Тяжело по их лицам что-то понять, особенно по лицу мужа. Но вот я смотрю сейчас на Тонг-Фу, смотрю на Фнатик, абсолютно спокойные. Банана, по-моему, на ваших экранах. Что-то рассказывает своим тиммейтам. Ну, чего им-то нервничать? Абсолютно нечего. Ребята комфортно себя чувствуют. Ребята настроились. Ребят, было время акклиматизироваться. Они в целом-то готовы. Сверхопытные. Я тебе так еще хочу сказать. Вот это King Jay. Это King Jay, да, капитан команды, достаточно известный в Dota Community. Наверное, легендарная личность. Бан Визажа от Фнатик. Бан Баунти Хантера. И бан Шторма. Но Шторма прежде всего забанили, чтобы не добрали Клайстиллеру. Тем не менее, Тонг-Фу забрали Пака. Визаж и Баунти Хантер — это баны, чтобы было легче. И, судя по всему, Фнатики собираются в какую-то агрессию на трипле. Во всяком случае, Вивер, Тренд Протект, Кристал Мейден. Видел плакатики в зале? Вот у нас же... No Tail Mipo? Да, да, да. На вот этом экране, собственно, мы видим то, что видят все. И то же самое, что на нашем стриме. Я к этому парню подходил еще до того, как мы сюда приехали, до того, как Бейджик даже взял, сфоткал, говорю, классный плакат. Да, ребята тут вообще потрясающие. То есть в начале дня выстроилась очередь в Бенарою куча народа, и каждая приезжающая команда из автобуса, они встречали аплодисменты. Причем это не было подставлено, это реально любого комьюнити. Ну вот Ханни на ваших экранах. Ханни прям серьезен просто. И подписали его Трикси. И подписали Трикси, но они похожи, но на самом деле это Ханни, это 100%. Это Ханни, друзья, это Ханни. Ты знаешь, вот есть, я точу зуб на этого молодого человека, потому что он меня обозвал Каспером. Это, конечно, неплохо, но, в общем, теперь он меня троллит. Он говорит, Каспер, эй, Каспер, эй, Каспер. Я говорю, нет, друг. Увы, нет. Ну, Тонг-Фу добирают Рубика. У них тоже, на самом-то деле, вырисовывается агрессивная трипла. Здесь даже не могу сказать. Вайпер от Фнатик. Ой-ой-ой, ешечки. Ну что, Вайпер против Лайфстиллера, это то, что показывали многие команды в групповом этапе. Контра просто жесточайшая. Очень классно работает. Ну, еще есть такая контра Лайфстиллеру, как в Бист, но Бист, он ситуационный персонаж. Так вот. С Аганимом Вайпер ультит чаще, чем Лайфстиллер. 12 секунд, по-моему, кулдаун. Да, 12 секунд. У Лайфстиллера 14. Нет, 17 даже секунд. То есть, Вайпер может в теории вообще не давать Лайфстиллеру в рейдже куда-то двигаться. И это замедление не как у Шадоу Демона, которое, ну, достаточно быстро проходит. Это очень долгое замедление и очень-очень такое, ну, качественное, что Лайфстиллер ни за кем не сможет бежать. При том, что еще и хороший нюк, которым можно вырезать саппорта. Короче. Расклад по героям. Мне кажется, что на Вивере будут играть Эрра, на Профете Трикси, на Вайпере, скорее всего, Хани, если это будет медловый Вайпер, да. Ну, и тренд с Кристалл Мейдинга, это, конечно же, Ноутейл и Флайл. Да, но Флай, мне кажется, будет играть на чем? На Тренте, я думаю? Флай, я думаю, на Тренте, Ноутейл, на Цемке. Добирают Герокоптера Тонгфу. И вот она та самая ситуация, когда они могут отправить героя куда... Ну, то есть, у них есть ситуация Трипла с Лайфстиллером, либо Лайфстиллер соло. Герокоптер спокойно может соло стоять на легкой линии. Вот, вот эти вот картинки, которые, кстати говоря, пофиксили. Теперь под игроком, под каждым отображается именно его герой и его никнейм. В первой игре было немножко не так. Ну что, Мупак, Банана Чен, Кинг Джей. На Лайфстиллере играет Хао Герокоптер. Это значит, Хардлайн Лайфстиллер, но это было, в принципе, понятно, что будет именно Хао играть на Герокоптере. Трикси забирает Профета. Ноутейл, кстати, на Тренте, здесь я ошибся. Да, да, да. Ну, в принципе, все мы правильно сказали, кроме Ноутейла. Ну и что будут делать Фнатики? Фнатики идут в Банни Телес, Трикси. Ну, все в пятером, в общем, идут. Не вижу я Кристал Мейден. Да, Кристал Мейден, как всегда, в самом конце. Меньше всего у нее Мувспида. Ну и Тунг Фу также идут встречать и идут не давать поставить варды. Ну, мне кажется, Тунг Фу, как вариант, не полезу драться, как дают здесь врага. Потому что уж сильно они растянулись по карте. Если бы они хотели сейчас дать бой оппонентам, потенциальный бой, да, то шли бы они в пятером. Спасибо Инмейту за всплывающую инфу. Да, это действительно первая встреча. Ну, это может быть... Ну, а где бы они могли между собой пересекаться, так как это... Ну, только в групповой стадии, в группах они находились разных. У Тунг Фу очень сильная драка в начале. То есть Гирокоптер это уже герой, который, ну, топ-1, наверное, по дракам в начале за счет своего баража. Здесь есть Трент, но против него, кстати говоря, Гирокоптер отличный пик, потому что против Трента работает его рокет-бараж просто идеально. Да, сбривается очень быстро. Аккуратничают фнатики, понимают, что драка сильнее Тунг Фу. И Тунг Фу их не пустили, просто вот не пустили в свой лес. Поставили еще вард, который блочит спаун, не даст ничего отводить фнатикам. Ну и начинается у нас, начинается у нас драка. Кинг Джей занимает позицию на миде, но это только потому, что он идет через него на хард. Соло, хард против профита. Я думаю, что для лайфстиллера это очень хорошая позиция. Именно стоит соло против героя, такого как профит. Хао забрал ДД. Ну и что? И трипла будет с Трентом. Честно говоря, вот я не знаю, как по твоему мнению, как по мне, Трент в чужой сложной линии достаточно слабый герой. Я согласен с тобой. И достаточно слабая ЦМка. То есть здесь вообще одна ошибка от фнатиков, их трипла полетит в Тартаро. Обрати внимание, у них есть только один стану-дизейбл, и это спелл ЦМки. Ну то есть на первых левелах, да. В целом потенциал неплохой, потому что, опять же, есть, во-первых, Ливен Армор, потом Семечку будет засаживать, ноутейл во врага, леча своих тиммейтов, да. Но пока вот, пока дела так. Посмотри забавную ситуацию. Хао себе донес веточки в куре, видимо, не хватало денег. Я не знаю, в чем сакральный смысл этих веточек, но чуть побольше хила себе принес. И раскачивает линию. Ну вот то, что так вот раскачивает линию, это сейчас в пользу Тонг-Фу. Потому что они могут отводить, и этому никто не мешает. То есть герокоптер, да, чуть поменьше возможно пофармить, но на трипле ему и так тяжело фармить. Но Сэншенк отводит, и Чен качает лес. Сейчас Тонг-Фу будет очень сильно уезжать вперед. К слову, хочу немножечко дать инфы про Му, мидера команды. Вот Лос тоже так очень хорошо подметил, что это не чувак, который возьмет терпилу на мид вроде Драгонайт и будет там терпеть. Ну, понятное дело, что герои пикаются совместно командой. В общем, речь была про то, что это чистый мидер, который всегда будет драться. И такая характеристика для Му. Агрессивный герой, агрессивная игра. Ну, Тейл пошел чекать руну на мид. Ну, что-то очень рано он пошел. Ну, действительно, мунд достаточно неплохо, агрессивен даже на том же ДК. Ну, это правильно. Соло мид — это агрессивная роль, на ней должен играть агрессивный игрок. То же самое, что вот сейчас играет Хани. В свое время Ноутейла пересаживали на мид, но не хватает Ноутейла очень сильно агрессии, которая есть у Хани. Здесь все поэтому у Фнатиков здорово. Хао, что по крипстату Хао? Крипстату Хао, ну просто фантастика. Этот парень, стоя против триплы, добивает больше всех крипов в игре. Вот в чем сила китайских керри? Вот как раз-таки вот в таких вот микромоментах. Да, я соглашусь с тобой. Посмотрим, на что способен у нас Му и на что способен против него Мидле Хани, который тоже очень опытный игрок и очень неплохо играет. Ну и твоя ставка. Где будет проделан ФБ? Я думаю, что ФБ будет на трипле, это будет Кристал Мейден. Думаешь, да? Ну посмотрим, здесь занимается девардингом Саншенко уже в собственном лесу для того, чтобы дать какую-то возможность и себе, пули течену. Вообще, триплу выиграли просто, даже не трипло, они вдвоем выиграли линию у триплы очень сильно. Я не знаю, какая была ставка фнатиков. Тренд плюс вивер фнатиков работает. Минрейт 64%, а тренд плюс вивер. Так себе для тренда винрейтик-то. То есть нормально балансный минрейт, то есть они выиграют две из трех, считай. Это хорошо. Ну здесь, если они выиграют две из трех, в данном случае им это поможет. Пак, отличный шифт, не дает себя прохарасить ядом. Ну мы-то с тобой понимаем, что веселуха начнется с шестых левелов, да? Вот когда будут шестые левела у мидера, вот тогда вот уже будет весело. Я, кстати, обратил внимание, там на боте был момент, Найкс немножечко похарасил Профета, но, понятное дело, ничем это не закончится, потому что обеих... А теперь Найкс немножечко зафармит лесного крипа, которого он здесь вообще не должен был зафармливать. Но вот такой вот отвод сделал сам тренд, не себе в пользу. У Найкса все просто отлично. Это вот Найкс на хардик, Чен тем временем, 19 крипов. И с Сэншенгом сейчас они будут выходить. И кажется, мой прогноз может не удастся по поводу того, где будет сделано ФБ. Играет на Вайпере Хани, у него нет абсолютно никакого эскейпа. Инфы, да. Во-первых, нет инфы, где может быть враг. Потому что варда на топе фнатиков нет. Даже дело в том, что... А мы еще смог, хотя посмотрите, такая же перетяжка. Ноутейл и Флай, сейчас будет весело. Ноутейл поднимают воздух. Поднимают воздух Ноутейл, пытаются закинуть на хайграунд. Ловит сетку, отличная нова. Ноутейл, Ноутейл очень долго думает, закрывает проход Сэншенг и Ноутейл в таверне. Пак, Пак цепляет М-ку и здесь Хау Хау. Он просто порежет команду в Найтик. Му, фраг, минус М. Флай умирает. Хани и Вэдди тычка. Очень здорово. Му и Хани тоже могут зацепить. Нет, Хани уходит. Нету телекинеза. Очень далеко стоит. Хотя Эра мог бы сейчас полезть, понаглеть. Потому что в центре вардов-то нету. Но вот нет. Посмотри, здесь крипы пилят бедного Чена. Ну вот, очень хорошее понимание ситуации. Сейчас продемонстрировали Тонг-фу, которые зажали, во-первых, двух суппортов с двух сторон, да. Во-вторых, в принципе, прочитали ситуацию. Классно. Ты совершенно правильно сказал по поводу того, что нету инфы. Нету инфы, потому что в лесу что творится, непонятно. Рубик может отводить, а может и идти гангать. То есть, никогда не знаешь, что он делает. Из-за того, что не то, что даже вардов нету. Рубик не стоит на линии. Он все время отводит. Никто из Фнатиков понятия не имеет, где Рубик и где Чен. И пока что Тонг-фу просто на две головы сильнее Фнатиков. Вот у Фнатиков есть инфа. Они поняли вообще, как произошел ФБ. Понимают, что вард здесь стоит и сейчас будет сбивать. Ноутейл вард. Я, честно говоря, не понял, что там хотел Ноутейл, когда он ломился на пролом через всех. У меня было такое впечатление, что у него уже есть второй лейл. Он сейчас попытается в инвиз. Он вообще не ожидал, что там кто-то будет находиться. Он шел за руной и вдруг внезапно встретил. Ну, в общем, это очень неважно было. Мягко говоря. Тем временем, банана. Тут на боте еще ситуация такая. Да, Трикси понимает, что ему надо уходить и уходит. Там очень контактно играют люди. Он лайфстилера настолько прощемил, что Кенджей был вынужден юзать свою ульту. Сразу же залез, вылез. Банана, мультиспа, он фармит. И сейчас поднимет очень большой левел. Учитывая, что он уходил ганготь и потерял кучу времени, он уже пятый с половиной левел. Это очень быстро. А доминирующий Чен с быстрыми айтемами и быстрым левелом, вы знаете. И у него 1300. Он может купить без сапога Мекку. Они так делали уже. Вообще без сапога, без единого арта он покупает Мекку и идет 28 крипов. Посмотри. Топовый крипстат. Смог от Саншенга. И они уже нарисовали, куда пойдет. И они уже внизу, да. Уже план есть. И сейчас могут найти они здесь Флай. А Флай, Флай, если сейчас Флай попадет, ну как вовремя слетает Смог и... Да, и Флай тоже... Курьер, Курьер летит у Фнатиков пустой и не отконтролили они его. Ну как же так? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты знаешь, вот Флай очень везуч. У него не было сапога. Если бы он на 2 пикселя был ниже, они бы его увидели, когда он не был бы на хайграунде, да. А если бы они увидели его, они бы догнали его и... Да. А зачем сюда летел Курьер пустой абсолютно? Что он нес? Непонятно. Непонятно совершенно. Фнатики плывут? Много-много брака от Фнатиков, чрезвычайно много брака. А Тонгфу играет, казалось бы, свою игру. Мы уже 2 смока за 6 минут увидели. Вот здесь, посмотри, Кинжей ЦМку нашел. Просто тэп-аут. И Флай сразу тэп-аут. Зря. Ты представляешь, насколько... Бояться, бояться, очень бояться. Насколько разводят. Вот просто выходит лайфстилер, ЦМка тратит 135 голды, что для нее колоссальная сумма. У нее вон столько же осталось. Это все деньги Флая. Ну, Тонгфу повереннее смотрится. Хотя бы Чен, который во вражеском лесу сейчас занял позицию. Так, летит Боттл, ТП-шка к паку. Ну, пока что ничего серьезного. Но, с другой стороны, седьмая минута. Чен поднимает ультимейт. У Хау уже тем временем Фейзы, Базилка. Он пойдет вот после этих артов. Мэджик Вант и фаст-фаст-фаст БКБ. Он ничего не будет покупать. И как только будет БКБ, летит профит. Но здесь, по-моему, зря. Очень зря. Есть ульта. Заставляет раступиться. Вивер попадает под второй кулдаун. Очень больно Виверу. Но Хау выкрутился абсолютно, знаешь, сейчас сухим из воды. Потратив всего лишь несчастную ульту за 125 маны. Еще и стики даже не прожимал. Тут план Капкан от команды Тонгфо не заходит со спины. Пак уже поставил ульт. Он и выйдет ультимейт. Хани, Хани выбрасывают на Пака. Это будет минус Хани. Нет, стики, подсутичка. Хани умирает. 3-0. 3-0. Чен, Чен Олмас Мека. Шикарная абсолютно игра. От команды Тонгфо 40%. В общем, из всех героев бананы 40% героев лесники. То есть банана знает, что делать в этом лесу. И не только в этом, и во вражеском тоже. Да, действительно, играют очень похоже на то, что делают Нави. Вот на самом деле, насколько разные команды, казалось бы. Но очень-очень-очень все похоже. И сейчас... Есть еще, сори, еще есть одна инфа. Вот Фнатики играли групповой этап по определенным стратегиям. Ты помнишь, да? Там ДК, Чен, Пуш, все дела. И как Фнатики сами признались, LGDIN там, это стратегия, слизанная с них. И что самое интересное, Фнатики успешнее отыграли, чем LGDIN по чужой стратегии. Да, такое в принципе бывает. Великолепно. Сыграл Пак, он за ивейдил ульт Вайпера. Честно говоря, я не совсем понял Вайпер, что собирался делать. Смоук разбит прямо на Сент-Трике. То есть... Операция на X-бомб. Был Сэншенк уверен, что его не видят. Но палец и сейчас, и должен уходить Трикси. Он видит одного Рубика, но понимает Трикси. Вот этот страх. Хотя, может, и не понимает. Не знаю, понимает он, не понимает, но это на X-бомб. Ну да, он испугался сначала, потом подумал, пойду-ка я Рубика убью. Но уже было поздно. И слава богу для него. Сэншенк выходит, ставит просто ульт на Ханни. Ханни начинают бить. Лимен Гармор здесь все абсолютно сеткой. Ханни в таверне. 4-0. 4-0. Как играют Тунг-фу? Ульчена тут же идут ломать. У Чена Арканы и Хедреск. Он решил не играть без сапога. И, наверное, это правильно. Здесь не нужен такой жесткий пуш. Штормовая Гарпия. Как и обычно сейчас будет харасить тех молниями. Но вот получается... Я, кстати, стал свидетелем офигенного ФБ при помощи Гарпии. Тунг-фу все-таки пошел в... Ой, Тунг-фу Хао пошел все-таки в брасер. Может быть, это будут барабаны. Ну, вообще, здесь БКБ очень нужно. А здесь вертолет, смотри, на топе. А почему мог пипелить Тауэр? Да, да, да. Здесь БКБ очень нужно. Но, видимо, считает, что есть у него время. Ну, Хао... Хао знает толк. В кэри. В игре на кэри. Сэншенк и Банана просто доминируют. Относительно Кристал Мейден и Дерева. Абсолютно неоправданный пик и реализация этих двух героев. Не сделали абсолютно ничего, кроме одной смерти Дерева и одной смерти Кристал Мейден. Да. Ну, вот с таким агрессивным началом у меня закрадывается вопрос. Точно ли будет две игры? Точнее, три. Мне кажется, что таким успехом, вот если сейчас наберут Тонг-Фу, темп, то проблемы у Фнатика будут. Я думаю, две. Тонг-Фу это сильнейшая китайская команда, по моему впечатлению, да и по впечатлению многих на этом турнире. Хао. Хао принес себе брасер. У Рубика есть уже урна. Здесь ломают вышку под катапульты. Ну, как ломают, просто дают ему возможность, он подхарашивает эту вышку. Гарпия молнией должна харасить крипов, но оставляет она ману. Да и, в принципе, крипы уже умирают. Неплохая нова, влетает Вайпер. У Вайпера есть ПТ-шка. У Хани не все так плохо, несмотря на две смерти. Есть кое-какие арты. Ну, конечно, то, что там у Пака уже скоро блинкдаггеры, особенно если снесут эту вышку. Убивают Гарпию на прощание, одна молния Вайпера. И, по-моему, умирает от Коррозив скин, который очень неплохо работает. Прикольно, прикольно. В любом случае, все Тавра еще живы. Вот эта вот попытка забрать первый Тавр где-нибудь. Вот Хао уже, посмотри, заходит за Тавр на топе. Решил, он его спушит, летит сюда телепорт у нас от Вайпера. И Хао понимает, что он попадает. Да, его ничем просто не сбить. Он посмотрел, что у Нутейла нету шестого, взял и тэпнулся. Снизу у Рубика Шикучи. Рубик с Шикучи, это все равно, что Рубик с Даггером по своей эффективности. Потому что он подбегает, его никто не ждет. Поднимает воздух и отлично инициирует. Ну, конечно, Даггер по-полезней в лейте будет, но у Шикучи все равно очень-очень неплохо. Особенно на такой стадии игры. Тыпает крипа бананы, решил не фидить чрезмерно. И что, не говорите, что это Мекк? Нет, это пока что только Баклер. До Мекки еще есть время. Но, честно говоря, команды Fnatic на карте не видно. Они, по-моему, зажались очень далеко. Соглашусь абсолютно с тобой, но просто, понимаешь, надавали им люлей, и они немножечко побаиваются. Ну, это понятное дело, подзажались. Никто не хочет проигрывать первую игру, она очень важная, эта первая игра. С другой стороны, Na'Vi показали нам сегодня, что первая игра, это ничего особенного. Ну, вот посмотри, опять на X-Bomb и Sunshine в Invisi вылазят. Это минус Трикси, нет шансов выжать здесь у Трикси. Нету, конечно. И вот они, те самые Шикучи. Просто взял и еще и чуть ли не добил. Нет, добивает в итоге Лайвстиллер, очень легкий фраг. 2-300, слушай, 2-300, это же, по-моему, Армлет. У кого Лайвстиллер? Ну да, да, естественно, сейчас самым полезным айтемом для Лайвстиллера станет Армлет. Хотя, знаешь, я вот насмотрелся на азиатских Na'Vi, у меня такое двоякое впечатление. Факт того, что айтемы всегда идут в очередности, там, фейзы, барабаны, армлет, Саша, Яша, это, конечно, тема. Но Армлет всегда, абсолютно всегда. Нет, ну Армлет это не азиатская фишка. Азиатская фишка барабаны, Найксу и фейзы. Я, когда комментировал, обращал внимание, что Иллидан пытался так давать в топ. Итак, Дерево, все еще без шестого. Нет, на этот раз у Дерева есть шестой. И нужно сбивать Хау, телепорт, привязывает Хау. Вивер с ДД, это первый фраг команды Фнатик. Но, по-моему, Хау слишком сильно обнаглел. Куда он полез? На медле, посмотрите. Плевает темночку, это Минсэмка. Просто в момент. Изнасилование. Шестой фраг делает он. Хотя тут Вивер. Нет, нет, Вивер максимум заберет Крепца. Ну и на боте в этот момент пока... А-а-а, Банана телепортирует Крепа. Да, чтобы не искать новых. Все правильно. И мана есть, можно сделать. На боте, пока мы смотрели эти драки в медле и на топе, на боте Найкс загрызть Тавар. Купил себе армлет Упака Даггер. Все это к 13-й минуте. Сейчас Чену нужно дофармить Мекку, и она у него есть. Вот-вот. И сейчас к 15-й минуте эта вся армия выйдет в атаку. Я не знаю, будет ли покупать Хау себе. Полный Джакалокоптер у Хау. Полный Джакалокоптер? Полный. Все как надо. Фейзы, Мэджик Вант, сейчас будут Барабаны и Аквила. Ну ты только если Барабаны соберешь. Смог покупает у нас Саншенк, доминирующий Рубик. И сейчас начнется. Опять повторная веселуха. По-моему там смоки не задерживаются в магазине вообще. Их разбирают, как только завозят. Донгфу, да. Фнатиков я вообще еще не видел ни одного смока, по-моему. Ну, смок мог бы быть, если бы не Флай денег на ТП. Дерево отлично хилит вышки. Вот это вот, да, действительно, в этом плане дерево. Как я говорил, просто берет, обкладывает кафелем и все в порядке. Ну что, 15-й минуты игры у нас идет. Давай графики, наверное, посмотрим, покажем людям. Да, согласен. Вот эти вот 7 тысяч. Графики, ну, все. Ну, просто смотри, смотри, 66 на 33. Вот все четко. 14 против 21 по голде. Вот просто как и голосовали люди. Самые топовые крипстаты у Гирокоптера и Лайфстиллера говорят уже о очень многом. Правда, вот у Пака, кстати, очень мало. Против Вайпера стоять ему тяжело. Однако свой даггер он нафармил и сейчас идет в смоках гангать нижнюю вышку. Здесь же Рубик в смоках. И Хао, посмотри, в прошлый раз он нагло залез. Если сейчас он так же полезет, поверит в то, что он один в натике. Ну, если это настолько продуманный ход. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, Хао просто в прошлый раз умер. Да, и здесь Чен просто палец. Ну, Тавер этот заберут. В натике забили болты, не пойдут туда. Они находятся сейчас все вместе на Медле. И, да, Тавер достается игроком. Это первый... Нет, это второй Тавер в игре. Первый загрыз Найкс. И это еще больше золота. Мидас покупает аж к 15-й минуте Трикси. Как же поздно. Как бы это все равно. Мидас через Фейзе и Базиль. Но он должен появляться минут на 10-й. С таким укладом. В который раз я вижу, что Хао покупает Брасер, но не дособирает барабаны. Это на всякий случай, если придется. Ну, возможно. Возможно, чтобы просто быть чуть-чуть потолще. Если у него какая-то там... Какая-то цифра ХП, которую он хочет иметь, чтобы не умирать. Китайская мечта быть потолще. Быть потолще, да. Like a Chuang. Ну, ты знаешь, что Chuang, он не китайец. Ну, то, что он не китайец, не мешает мечтать им, чтобы стать как Chuang. Да. Фуловая тир-один вышка абсолютно уже. Она, по-моему, только набирает ХП. Если бы можно было хилить еще в плюс дальше, она, по-моему, не была. Знаешь, как Чен перемайнит крипа, именно так раз и все. Типа того. Ну, вот пушат middle lane сейчас Тонг-фу. Тонг-фу пушат. Да, Тонг-фу пушат. Не LGD пушат, а Тонг-фу, да. Не пушат с LGD. Падает вышка, абсолютно нереально ее никак дефить против Пака с даггером. Пак вообще не парится. Он спалил свою даггер, у него не было ульта, ему не было варианта где-то стоять. Да и опять же, палить, не палить даггер круто, когда идет такая равная игра. Когда твой соперник так далеко залез на базу. Опа! Сбивает и просто умирает Трикси. Я не могу понять, почему они не сориентировались чуть быстрее, не сделали лететь репорт, когда убивал Тавр у нас Трикси. Тавр он забрал. Действительно. Ну, почему они так поздно? Я не знаю. Может быть, они ожидали все-таки атаки по медлу? Трикси на таком морозе, что его даже не заметили, как он убивает Тавр. Ты же знаешь, ты же знаешь, да? Он спокойный парень. Спокойный, абсолютно. Ну и все, и Рошан. Рошана. Вот как сейчас с Фнатиком заходить на Рошана? Против Мекки, против Чена и против вот этой всей армии, про каста. Медалька прилетела к Чену по таймингу. Точнее, нет, прилетит по таймингу. Он купил, да, сейчас прилетит. Но не по таймингу, наоборот. Не по таймингу, да, как раз таки. Ну, я заметил, что реально все азиатские команды покупают всегда медальку. Даже не азиатские, все вообще команды покупают медальку. Да что убивает Рошан? Барабаны! Рошан убивается быстрее. Вот он, герокоптер с барабанами, со всем-всем-всем. И что самое забавное, у него ДБКБ 2000. Он сейчас нафармит это все очень быстро. Сверху пытается подпушить вышку профит. Да даже не пытается, пытается забрать. Но вот мы знаем, какой айтем следующим будут покупать Трикси. Конечно, это будет Шадо Блэд, но до него надо дожить. И вот посмотри, на медле идут просто забили болт Тонг-фу на то, что происходит на топе. Идут они по медлу. Да, у них столько урона от крипов. Ну, столько урона... Смотри, вард. Обрати внимание, классный вард от Тонг-фу ставится. Да, чтобы в спину не зашли. Отличный действительно вард. И абсолютно не... Ну, они видят, они видят фнатиков. Я не понимаю, на что идут фнатики. У них гораздо меньше... Они не смогут разменяться. За счет того, что такая ранняя стадия игры, тут крипы наносят овер-дэмэдж. Ну, сейчас посмотрим, будут ли делать ТП Тонг-фу, либо пойдут на Т3. Да, пойдут на Т3, и фнатики делают ТП. Фнатики завязались в игру, в которую нельзя было завязывать. Ой, но тут уже вам ломают. Т3, нужно возвращаться. Они пытаются снести до сих пор Тир-2. Возвращаются очень поздно. Тир-3 практически уже наполовину убитый. Ну, есть, конечно, дерево. В этом плюс. Но мне кажется, Тонг-фу не будут отступать у них Аегис. Все очень грамотно сделали фнатики. Четыре портнулось. Сетка, вайпера. Пак запрыгивает на Вивера. Пошел Сайланс. Ольд Вивера. Вивер ультует. Кулдаун. Отличный. Чен забирает вайпера. Си ЦМ уходит просто без хп. Хао. Хао здесь впитывает дамаг. Есть у него Аегис. Ему практически пофигу. Денает вышку Трикси. Но получает ультимейт. И сейчас умрет Трикси. Запрыгивает Мой. Делает даблкил Рубик. Это ГГ. 18 минут. Будет ГГ совсем скоро. Я сомневаюсь, что прямо сейчас дадутся флайки. Учитывая, что сделали два байбека. Но Телл. Но Телл тонул. Кинг Джей. Переключает армлет. Кинг Джей. Кинг Джей переключает армлет прямо в драке. Но все-таки умирает. Проблема. Эросетка минус эра. Пак уходит без хп. Рубик уходит. Трикси остался очень битый. ЦМка умирает снизу. С какой-то тычки герокоптер с флэка скорее всего. Один фраг сделали за всю драку. Герокоптер БКБ. Все. Фарм окончен. Реально, это такая стадия игры, где сейчас БКБ и просто заходят на вторую сторону. Не потеряли Аегис. Они, по-моему, потеряли только одного лайфстиллера. Да. Это действительно так? Да, это действительно так. Они потеряли одного лайфстиллера. И сейчас Чен получает одиннадцатый левел со второй ультой Ченен через 100 секунд. Ну, можно, в принципе, идти пушить раньше, потому что тут такой разрыв. Вот вам терпильные китайцы. Да, да. Терпильнейшая команда Тонг-фу. Обратим внимание, что Хао не купил себе БКБ. Купил Яшу и теперь фармит БКБ. Интересное очень решение. Я думаю, это решение продиктовано тем, что у него огромное преимущество Аегис. То есть даже если его через нюки заберут, он появится и будет... С другой стороны, ему нафиг не надо БКБ. Знаешь почему? Потому что там нет нормальных нюков. Тренд, который берет в дерево. Ну, то есть не в дерево. Ты понял, о чем я говорю. Тренд, который берет в ульту. Из-за этой ульты можно выйти раскладыванием в манту. Это манта. Это манта. Манта, гирокоптера уже есть. Наверное, он больше всего как раз боится тренда. Нюков много, но вот действительно, единственное, что ему не даст атаковать в БКБ, это ульт тренда. А манта не контрится ничем. И у него не просто Яш, у него уже манта готова. Да, Яш тебе об этом и говорю. Охренеть. Он решил играть без БКБ. Это дефолтная фишка. Когда ты доминируешь, не обязательно собирать БКБ. БКБ надо собирать, когда игра идет контактной, плотной. И Трикси выталкивает Трикси форстафом Сенженк. Все офигенно делает он. Офигенно. И теперь я понимаю, почему половина аналитиков всего мира говорила о том, что Тонфу в топ-3 войдут. Игра эта не очень потрясающая. Хотя, друзья, это же плей-офф. Это очень большой и очень важный турнир. Здесь может произойти что угодно. Оранжи. Те же оранжи, которых никто ни во что не ставил. Сегодня дали бой Na'Vi. Как минимум в первой игре. Ну, да и потом, в принципе. Фортификейшн ничего не помогает. И сейчас пак с ДД. Пак уже фармит Хекс. Хао с Мантой. Чен 11 левел. И Рубик с Форстафом заходит на хайграунд. Дэвид абсолютно нечем. Все, что есть у Вивера, это один ультимейт Орб. Друзья, я еще раз хочу напомнить, что это БО-3. Ну и сегодня, помимо этого, БО-3 будут еще три... Нет, четыре БО-1 игры. Четыре БО-1, совершенно верно. Сегодня мы уже попрощаемся с четырьмя командами. Вайпера. Опять ловит в сетку. Лайвстилер инсайд. Убивает дерево. Вайпер тоже очень битый. Вайпер не может отступить из-за Орбы. Мека. Фрифраг для Кинжея. Все, минус Вайпер. Абсолютно фуловый Тонг-фу и входит еще и ульта Чена. Вайпер байбек. Вивер грызет, но они просто сейчас отступят. Нет абсолютно ничего зацепить. Хао даже не контролит иллюзии. Он настолько расслаблен. Настолько суров. 2.15, 22.00 по дотовскому времени. Вайпер умирает второй раз. Без байбека и джи пишет Фнатик. Тонг-фу побеждают за 22 минуты. Абсолютно без шансов для Фнатиков. Я не знаю, что сейчас должны делать Фнатик. Фнатик должны собраться с мыслями как минимум. Собраться? Ну, конечно, они не сделали в этой игре абсолютно ничего. Относительно того, что сделали Тонг-фу. Да и вообще относительно чего-либо. Мы увидимся с вами во второй игре, которая начнется буквально через несколько минут. Совсем скоро. И посмотрим, смогут ли Фнатики дать бой вот этим бронебойным китайцам. Два фрага. На Лайфстиллере и на Гирокоптере. Все, все остальные к нулю. Да. Ну что ж, а сейчас вас ждет аналитика, которую будут переводить наши переводчики. Ну и, конечно, аналитика от англоязычных экспертов. Спасибо, AC и Драскл. Ну что, Тонг-фу выиграл, как заметили комментаторы, просто никаких ошибок в своей игре не делали. Хотя, надо сказать, Фанатик Триант на агрессивной трипле не работает. Не должен работать. Нет, вроде бы как с пиком было все хорошо, но лейнинг, возможно, с лейнингом были проблемы. Не, ну, ты можешь буквально два сантиметра микрофона. Ну да, как бы Вайпер должен выиграть против Пака линию, но неубедительно было. И получилось, как только они нарвались на эту триплу, они просто проиграли ее. И все линии, после вот этого начала, когда дважды убили Вайпера, очень хорошая игра от Ангфу, и Фнатики ничего не смогли сделать. Но зато Тоби Ван предсказывал 40-50-минутную победу в Фнатике. Да, в лаунж-эре Тоби говорил, что за 45 минут Фнатики затащат, до этого не дошло. В лобби, готово. Но тем не менее. Лайка Посс, первый слот. Это были очень хорошие пинки, очень уверенные. Это действительно герои, которые вы не хотите отдавать. Они очень сильно отстали, ну, Фнатики очень сильно отстали по XP, по голду, и... Да, и он выигрывал, но на Вайпере есть Ливинг Армор. Он надоедливый, немножко нормальный, но реально ничего в драке сделать не сможет. Скоро у нас будет вторая игра, но на текущий момент мы просто передаем слово Кейси, которое находится в зале. Ну, и Кейси будет общаться с аудиторией и просто вот выплеснуть на нас все эмоции, которые хранятся в моноруе холи. Разговаривает с Патриком, новым другом, ну, и разговаривает о том, как много энергии у всех вот на протяжении всего дня. И сколько кофеина ты сегодня использовал? Он пытается прикинуть ровно в миллиграммах количество кофеина сколько-либо. Ну, и, собственно, спрашивает, что все пьют кофе, все пьют энергетики, чтобы держаться на энергии. За какую команду сейчас болеет дальше, Патрик? Нет, он надеется, что Фнатик немножко просто ошиблись, и они все-таки вернутся и победят. Да, но на них не обижаются, немножко ошиблись, да. Конечно, учитывая масштабы турнира достаточно большая ошибка, но все же. Этот зритель тоже на протяжении целого дня был здесь, и вот его мысли. Он был здесь в основном, ну, в первую очередь для того, чтобы увидеть игру Na'Vi, и это было действительно шикарно. Даже та первая игра, где они немножко нафидили, обсуждают игру хвоста. Кейси замечает, что папа очень высокий. Чудеса наблюдательности у Кейси просто. А, и тут уже начали, короче, подружку папе в прямом эфире искать, что одна или один из друзей этого зрителя считает, что папы очень привлекательны. Ну что, Кейси говорит, что было очень интересно смотреть, она смотрела за твитами в Твиттере, и, конечно же, пыталась влиться в атмосферу, в энергетику всего, всего, всей аудитории. Ну, и есть ли у вот этих зрителей вопросы, которые можно задать команде, которая победит в этом... Ну, и, конечно же, вопрос, который хотят задать зрители, это как же ты будешь... Как же вы все такие классные, как вы такие скиллованные? Ну, и Кейси обещает, что она задаст этот вопрос. И если она не задаст, то она... Отдаст ему 5 долларов. Как Тоби отдал к блаку, потому что он проиграл сфор на счет этого матча. Ну, все, спасибо. Кейси, возвращаемся к аналитикам. И... А, ну и... Да, ну и, конечно же, когда кто-то говорит, кстати, мой... Там, ты знаешь самому другу, скорее всего, имеют в виду самого себя, поэтому у Пафи есть гей-краш в аудитории. Итак, Джейкоб говорил, что... Прогноз Джейкоба был 2-1, поэтому он ожидает на текущий момент, что Фнатики выиграют следующую игру. Ну, и посмотрим несколько хайлайтов из предыдущей игры. Вот, собственно, то, как они взяли тавер. Да, они не решили возвращаться, дефить Т2 Тауэр на верхней линии, и было Эггис, поэтому они полностью этим воспользовались. Кроме того, Nature's Profit еще и триантами за Денал тут тавер. Ну и... Да, нет, у Фнатика не было героев, которые могли просто перевернуть вот этот вот напор Танг-фу на мид-линию. Ну вот, собственно, Бруно, что у тебя, вот твое мнение по общей ситуации по обоим командам? Ну, изначально он хочет сказать, что комбинация Триант-Вивер, это очень сильная комбинация, это ему передали с Деско-аналитики, и у них винрейт 64%. Но единственная команда, которая смогла выиграть против Трианта и Вивера, это Тонг-фу. Они сделали это дважды из шести комбинаций, в которых эти герои включались. И вот, собственно, они, да, плана, это быстрая ротация по карте, забирать тавера, потому что иначе просто можно проиграть очень быстро этой комбинацией. Тимфайт, ну и хотелось бы вернуться к Фнатикам, к Натейлу, и что, вот чего не хватало Фнатикам, это мипо. Надо пикнуть мипо и просто выиграть мипо. Кстати, на плакате с Дота 2, который продают в секрет-шопе со всеми героями, есть 5 мипо. Так что это разных версий мипо, апгрейдженный аганимом плакат. А, вот, в Виспо у него статистика 24-5. Поэтому Бруно намекает на Виспо, причем Бруно намекал на Квапу или Пака перед, о, простите, Пука. Мы договорились, что мы его продолжаем называть Пуком, кормить троллей в Твиттере. Бруно после первой игры с Na'Vi заказывал Квапу или Пука, и в результате с этим пиком Na'Vi выиграли. Возможно, сейчас Фнатики возьмут Виспо, и тоже что-то поменяется у них в игре. Да. Тем более, как говорят аналитики, что для того, чтобы они полностью оказались правы, 2-1 победа Тунг-Фу, Фнатик обязан взять еще одну игру. Поэтому надо, чтобы в пик попал Висп. Ну и, конечно же, нам показывают Пупея, который подписывает автографы, фотографируется с фанатами. И нам аналитики говорят, что очень много, очень много поклонников именно Na'Vi сегодня на турнире. Они сегодня играют. Мы еще вчера, когда здесь ничего не начиналось, видели уже людей полностью в футболках, в наушниках Na'Vi, да, которые уже ждали перед, под... Все-таки Na'Vi одна из самых популярных команд, у них очень много фанатов. Ну и, возвращаясь к аналитике, Джеймс очень впечатлен игрой Тунг-Фу, и это одна из, действительно, самых уверенных в себе поканствовавших команд на турнире. И все, игра готова.